В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В ближайшие дни подрядная организация приступит к работам по расширению проезжей части на пересечении улиц Советской, Березовой и проспекта Ленинского комсомола. Контроль идет обязательно и не только со стороны депутатского корпуса, но и жителей. 18 тренеров из Подмосковья стали обладателями сертификатов на получение жилья по программе социальная ипотека. Он рациональный, использует новые методики, подходы по общению, умеет общаться с детьми и сам бывший спортсмен. Во дворце спорта Видное состоялся первый матч спарты НТК в рамках чемпионата России по баскетболу среди женских команд. Наши девочки лучшие, они большие молодцы. Кольцевая развязка на пересечении улиц Советской, Березовой и проспекта Ленинского комсомола без преувеличения является самым нагруженным транспортным узлом города Видное. О его реконструкции давно говорили, и вот в ближайшие дни подрядная организация приступит к работам по расширению проезжей части в этом месте. Когда именно начнется масштабный ремонт и когда закончится, узнал Максим Козлов. Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Олег Федоров вместе с представителями администрации муниципалитета осматривает место предстоящего ремонта. Скоро здесь, на кольце, которое соединяет улицы Березовую, Советскую и проспект Ленинского комсомола, произойдет масштабная реконструкция. Контроль идет обязательно, и не только со стороны депутатского корпуса, но и жителей, потому что, конечно, им хочется уже разгрузить и проспект Ленинского комсомола, и Березовую улицу, чтобы люди спокойно могли добираться до работы и возвращаться домой. На ежедневных заседаниях рабочей группы по реконструкции развязки принимают участие депутаты, представители администрации муниципалитета и подрядной организации. Сейчас здесь обсуждают последние детали предстоящего ремонта. Точную дату начала работ представитель подрядчика пока, сказать, затрудняется. Там от газовиков очень много зависит, потому что там перенос газа, это как бы, это мособлгаз, как перенесет, мы и так начнем. Ну, они обещают к концу месяца, если они до конца месяца перенесут, то мы начнем. Детали же предстоящей реконструкции уже известны. Стоит отметить, что затронет она и поворот с проспекта Ленинского Комсомола на Жуковский проезд. Главная же цель будущих работ максимально сократить количество транспорта, которое будет выезжать на кольцо. С улицы Березовы можно будет спокойно отдельно выезжать как бы на проспект Ленинского Комсомола направо и плюс две полосы появится, можно выезжать на проспект Ленинского Комсомола налево и уходить на улицу Советская. То есть это будет еще две дополнительные полосы. С улицы Советская также будет обустроено и уширено дорожное полотно, где можно будет спокойно в две полосы уходить прямо по проспекту Ленинск-Комсомола. И дополнительно будет еще одна обустроена полоса, где на светофорном объекте налево можно будет уйти на Жуковский проезд. По расчетам специалистов, все эти меры позволят значительно увеличить пропускную способность данной развязки. Но прежде чем это произойдет, автолюбителям в скором времени придется испытать некоторые неудобства. Придется проводить строительные работы и, конечно, здесь будет немножко трудно, трудно будет проехать. Но хочу обратиться ко всем жителям. Давайте немножко наберемся терпения. По крайней мере, подрядчики, которые выходят сюда уже совсем скоро, обещают до Нового года, они здесь все сделают. Ремонт данной кольцевой развязки входит в план комплексной реконструкции части проблемных участков Ленинского городского округа, куда помимо этого кольца вошли дорога Ермолина-Калиновка-Сапронова и кольцевая развязка улиц Советская и Школьная. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В амбулатории поселка Володарского пополнение. В медицинском учреждении появился новый современный рентгенаппарат. Цифровой диагностический комплекс был закуплен еще в прошлом году, но из-за пандемии установить и запустить его удалось лишь месяц назад. Дооснащение амбулатории произошло по поручению губернатора Московской области. Этот комплекс аппаратно-программный для передачи, обработки, архивирования цифровых медицинских рентгенологических исследований. На нем можно делать такие снимки, как нижние и верхние конечности череп, позвоночник и обзорная урография. Также можно делать скопию. Высокая четкость снимков позволяет распознать заболевания на ранних стадиях и дать наиболее точный диагноз, чтобы начать своевременное лечение. Рентген-кабинет в сутки может обслуживать до 25 человек. Цифра внушительная. На обследование пациенты записываются у своего лечащего врача. Рентген-кабинет работает по субботам с 8 до 12 часов дня, но в ближайшее время график изменится. Руководство амбулатории намерено увеличить количество приемных дней. 18 тренеров из Подмосковья стали обладателями сертификатов на получение жилья по программе «Социальная ипотека». Среди счастливчиков наш земляк Александр Пиюк, тренер по футболу Видновской спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп». Наша съемочная группа поздравила Александра и узнала, скоро ли новоселье. Александру Пиюку 32 года, 28 лет из них неразрывно связаны с футболом. Еще маленьким мальчиком он вслед за старшим братом влюбился в этот вид спорта. Начинал в школе торпеды заниматься, после перешел в «Динамо» и выпускался уже в футбольной академии чертами. Увы, профессиональную карьеру в спорте Александру построить не удалось. Будучи центральным полузащитником, он получил несколько серьезных травм. И о профессиональном спорте пришлось забыть. Окончив Московскую государственную академию физической культуры, он решил связать свою жизнь с преподаванием. Сейчас свои знания Александр передает 70 юным футболистам спортивной школы «Олимп». Дети его любят, уважают, потому что такое количество детей. Он рационально использует новые методики, подходы, общение, умеет общаться с детьми и сам бывшим спортсменом. Работу свою Александр любит, работает тренером уже 11 лет. Старается быть для своих учеников хорошим наставником и вырастить из каждого профессионального спортсмена. Его команды не раз занимали призовые места на первенстве Московской области. Они должны выходить на каждую тренировку и на игру, как на последний бой. И как будто от этого зависит их будущее, судьба. Это первое. Второе – спортивная злость, потому что они не должны уступить полумомента, должны работать и всегда доказывать, что они лучшие. Не только тренеру, папе, маме, а в первую очередь самому себе. В этом году 18 тренеров из Подмосковья получили сертификаты на социальную ипотеку по государственной программе Московской области жилища. Среди счастливчиков оказался и Александр. Такая мера поддержки предполагает, что из бюджета Московской области будет оплачена вся стоимость квартиры, а участникам останется заплатить лишь проценты по кредиту. Александр с женой и маленьким сыном Марком давно мечтали о своем жилье. И скоро наконец-то смогут отпраздновать новоселье. Осталось дождаться окончания строительства нового дома, окна которого выходят на ставший уже родным стадион «Металлург». Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Он всего лишь хотел подвезти людей, оказался втянут в неприятную историю. В поселке Дрожино двое мужчин напали на молодого человека и отобрали у него внушительную сумму денег. Уроженцы ближнего зарубежья попросили случайного водителя довезти их до города Видное. В пути они начали угрожать ему пистолетом, чтобы тот отдал им свои деньги. Молодой человек не мог сопротивляться, достал 320 тысяч рублей и отдал их преступникам. В придачу они прихватили еще и два мобильных телефона, но на этом разбойники не остановились. И меня еще угрожали после этого. И отвезли в сторону. Видно, где меня стреляли. Там потом стреляли. Все сумму, все телефоны забрали, уехали. То есть потом они вас, когда вы доехали до города, они произвели в вас выстрел. А в какую область они произвели выстрел? Видно. В область. Куда они вам выстрелили? А, вот здесь выстрелили. Угу. Забрали денежные средства, мобильные телефоны и скрылись. Да, да, да. Молодой человек заявил о преступлении в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Ленинскому городскому округу подозреваемые были задержаны. В операции приняли участие сотрудники СОБР и Росгвардии. Живо! Полиция открывается! Сейчас задержанные находятся под стражей. За что вы задержаны сотрудниками полиции? За немогательство. Вы ранее судимы? Нет. Первый раз. Вино свое признаете? Частично. А второй фигурант дела и вовсе вино отрицает. Вы предполагаете, за что у вас могут задержать сотрудники полиции? Угу. Никаких противоправных действий на территории Ленинского городского округа вы не совершали? Нет. По терпевшему предстоит долгий период восстановления здоровья. А преступники теперь нескоро смогут свободно передвигаться по городу. Ярмарка у кинотеатра «Искра» вновь открыта для посетителей. Здесь видновчане могут купить качественный товар из разных уголков России по невысокой цене. Наша съемочная группа посетила торговые ряды и узнала, чем видновская ярмарка готова удивить на этот раз. Поход на ярмарку всегда настоящий ритуал. Это и любование, и выбор, и торг, и, конечно же, общение. Ярмарка у кинотеатра «Искра» достаточно популярное место. Что же притягивает сюда жителей? А давайте узнаем. Обслуживание хорошее. И вообще все, что пожелаешь, все есть. Даже обувь, которая для нас, для старых, и то есть. Мы следим, когда приезжает ярмарка. Нам очень нравятся овощные палатки. Ходим целенаправленно в данные места, потому что товар всегда свежий, цены приемлемые. То есть качество, цена все соответствует. Осень, пора заготовок и, конечно, сборы урожая. Семья Федоровых приехала на ярмарку из Чувашии. Всю представленную продукцию они выращивают самостоятельно. Помимо свежих помидоров, картошки или яблок, Владимир может предложить семена и сушеные травы. Каждый раз пытаемся удивить, чем у него капуста, калле. Сейчас новый вид разнорения с капустой. Его обычно жарят. Замачивают в молоке, потом листья панируют, панировка, и жарят. Очень вкусно получается. С яичницей можно, без яичницей. Кому как нравится. По пользе меда знают все. Евгений Гришин – пчеловод в третьем поколении. На ярмарку приезжает не первый раз. В его палатке представлено около 20 сортов меда, перга и даже соты. Любимый – это алтайский мед, это липа классическая, акация белая. Ну и таежный есть меда. Как мы заметили, продавцы бережно относятся к своему здоровью и здоровью своих покупателей. Кому бы мы ни обратились, все находятся в масках и перчатках. Покупатели тоже могут сами себя обезопасить при входе на ярмарку, воспользовавшись антисептиком. Я одеваю маску в основном, чтобы, как говорится, обезопасить себя. Ну и считаю, что все остальные тоже должны одевать маску. Действие соблюдают все в перчатках, масках, все как следует. В последний теплый осенний день на ярмарке многолюдно. Помимо продуктов, многих интересует и теплая одежда – куртки, шубы и шапки. Белорусский товар – это очень хороший. Это уже проверено, потому что у меня знакомый живет в Минске. И мы знаем этот товар. И так же, как и не только одежда, но и молочные продукты, вы же понимаете. Поэтому нет, Белоруссия, слава богу, нам помогает. На ярмарке можно найти что угодно. Вот и я нашла себе товар по душе. Я, признаться, очень люблю сыр. Расскажите, пожалуйста, откуда приехал ваш товар и что, в принципе, у вас представлено? У нас представлено белорусское фермерское хозяйство. Все сделано с натурального продукта. Сыры тоже натуральные, не продукт. Никаких заменителей, ничего нет. Мясная и молочная продукции из Белоруссии не меньше, чем одежда, пользуются популярностью среди видновчан. Семья Голубевых целенаправленно приходит на ярмарку именно за ними. Качество, цена. Что может быть определяющим в выборе? И дети, дети. У нас семеро детей. И это показатель того, что, когда мы приходим с ярмарки, пакеты опустошаются моментально. В ярмарку кинотеатр «Искра» продолжит работу до воскресенья. Посетители здесь ждут с 10 утра до 7 вечера. Александра Столярова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно этого. Главная женская лига страны вернулась на парке Дворца спорта «Видное». В стартовом матче регулярного этапа Чемпионата России по баскетболу среди женских команд «Спарта НТК» встретилась с действующими чемпионками Премьер-лиги УГМК из Екатеринбурга. В стартовом домашнем поединке Чемпионата России баскетболисток из Екатеринбурга встречал обновленный молодой коллектив Сергея Данилина. Это связано с тем, что игроки взрослеют. Мы не можем соответствовать финансовым требованиям уже качественных игроков. Поэтому мы вынуждены каждый год подпитываться игроками своего молодежного состава. Но эта мера мне очень нравится как руководителю, потому что я вижу результат своей работы. «Спарта НТК» на равных провела стартовую десятиминутку. Но во второй упустила нить игры, и УГМК решительно пошел в отрыв. После смены сторон ситуация на паркете не изменилась. Третья четверть почти полностью повторила сценарий второй. В сумме баскетболистки из Екатеринбурга выиграли эти десятиминутки со счетом 53-15. Стоит отметить, что в «Видное» приехало много болельщиков команды из Екатеринбурга. Татьяна вместе с сыном не пропускают ни одного матча любимого клуба. «Мы вообще жили в Екатеринбурге, сейчас мы живем в Москве, и вот всегда, когда приезжают, УГМК мы всегда здесь». А Елена Викторовна – бабушка баскетболистки УГМК Елены Бегловой. Присутствует почти на всех играх внучки. «Все города объездили, все страны объездили, и медали полная стена, и я всегда хожу, болею за нее». Лишь в самой концовке встречи гости немного ослабили хватку, решая свои локальные задачи и позволили хозяйкам паркета оставить заключительный период за собой. «Наши девочки лучшие, они большие молодцы. Самая молодая команда, наверное, в этом лиге. Так что мы за них очень активно болеем». К сожалению, видновчанки не сумели реабилитироваться во второй половине противостояния. В итоге уступили со счетом 50-90. В составе соперниц выступала воспитанница «Спарты» игрок женской национальной сборной России Мария Вадеева, которая стала самым результативным игроком встречи. Следующий матч «Спарта-НК» снова проведет на домашнем паркете. В воскресенье 18 октября они сыграют против «Надежды» из Екатеринбурга. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.